Привет друзья! Приветствую вас на канале! Поехали с нами! Сегодня у нас обзор Фельдман Экопарка. Это очень интересный парк харьковского предпринимателя Александра Фельдмана. Здесь много животных, красивые локации. Сейчас все посмотрим. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Территория входа большая, сегодня вторник, народа мало. Экскурсионные автобусы людей сюда привозят на экскурсии. Сейчас пойдем в парк. Парк абсолютно бесплатный. Перед входом в парк небольшая коллекция ретро-автомобилей Фельдмана. В Нонг Нуч в парке в Паттайе в Таиланде тоже была коллекция ретро-автомобилей сына Мадам Нонг Нуч. Но там их были сотни, у Фельдмана поменьше. Но зато очень большой парк. Несмотря на то, что вторник много людей, много детей, парк, напоминаю, бесплатный. Войти можно сюда абсолютно бесплатно, кормить зверюшек, смотреть. Очень много у Фельдмана всяких бронзовых статуэток. Он любит фигуры бронзовые или металлические, кованые. Очень много здесь всего такого. Мы были в начале весны, это все цвело, были красивые цветы. Сейчас уже цветов нет. Но крокодилы металлические и всякие хвойные кусты есть. Рыбок не кормите, монеток не в водоем не бросит. Это красивая штука, но это не дерево, она из гипса сделана. Там же сказали, под территорией какого-то там социального, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, может быть, вот так пришлось. В беседке можно прийти со своей едой, сидеть, кушать или купить здесь. Привет, сослики. По всему парку очень много скульптур. Вот висящая обезьяна. Действительно немножко напоминает Нангнуч парк, но очень немножко, на 1%. Обзор Нангнуч парка есть в Таиланде, у Паттайи тоже на канале. Можете посмотреть, там очень интересный парк Фельдман. Наверное, какие-то идеи все-таки взял оттуда. Посмотрим, как много будет статуи появляться с каждым годом. Но сейчас, последние 5 лет, парк облагораживается, расстраивается, становится все больше и больше. Появляются новые животные. Вот белые львы сейчас к ним подойдем. Это маленькие. Красавица. А в соседнем притаился, как будто хочет накинуться, крадется охотник. Сань, смотри. Мне кажется, он сейчас пролетит через решетку. Ой, нанюхали они друг друга. Ну да. Какие-то стремные товарищи. Сейчас будет битва. Много рыбы. Черные лебеди, бронзовые крокодилы, лягушки. Все как надо. 10 километров – это 100 килограммов. 100 килограммов – это слишком много. Скорее, в морковке. А, это вы помните, мы были иногда в Таиланде? Вентурон. В прошлый раз за этой решеткой алюминиевой были верблюды. Сейчас, наверное, проводится какая-то реконструкция. Ну, посмотрим, может, дальше где-то будут верблюды. Занесена в международную красную книгу. Китайский монтаж. Ну, она и маленькая, как китаец. Это китайский монтаж косуля. Китайская косуля. Да. Косуля с китаями. Сделали китайскую. А тут, можно, она там макать. Люда, это же с ним. Сейчас уже ушел. Люда. Это не похож на обезьяна. Обезьяне представители. Контактный запарк. Сейчас немножко поднялся ветер. И прошел маленький дождь. Но все равно прикольно. Хоть и прохладно, народа стало меньше. Все убежали. Звери возмущаются. Рычат. Какая-то маленькая кошка ходит. В общем, в будний день в фельдманекопарке совсем мало народа. Приезжайте. Черная пантера доминирует с ней. Да, потому что пойдем. Ну, на. Туда ж далеко идти. Все, что вы никуда не далеко идти? Это открытые вольеры для обезьян. Обезьян нету. Спрятались все от дождя. Вообще даже непонятно, где в домиках сидят. Ребята, вас подстригли, потому что было жарко, и теперь вы мерзнете. Тарашуски никакой, да? Плюшки по килограмму летят. А? Тарашуски? Вроде бы им не летят. Пусть его есть. Пусть его есть. Саня идет тебя поздравить с днем рождения. Пусть его есть. Здоровый именинник. Здорово, именинник. А, у нас же такие же были. Нет, они не разные. Это больше два раза. А, у нас же есть прямая, здоровая. А, у нас же так же. Я нашел вольер для плюшевой игрушки. Черепаха. Черепаха. Да, тут попрошла. А, они даже с места не пулились. Вообще даже внимания не обратили, наверное. О, София, смотри, черепаха. А вот лежит, большой. Где мы были, правда, черепаха? Все, что он говорит, с начала говорит. Домашние курицы просто гуляют. Здесь ничем не отгорожено. Могут пойти, куда хотят. Дождь и ветер, которые только что были, сломали пол дерева. Саня, я нашел твоих друзей. О, это сила, друзья. Нет, нет, не этих белых, а вот. Пацан зовет тебя в гости. Придешь, смотри, как здесь классно после дождя. А им что можно давать? Им можно давать ценные советы по приему душа и по уходу за собой. Можешь давать. Ну, сейчас дам. Сейчас я этих ребят, которые здесь гуляют. Саня, хотел бы индюка погладить? Красавцы. Это контактный зоопарк. Когда нет дождя и сухости, там можно заходить и со всеми этими зверюшками играться. Они добрые, милые, дают потрогать запятак. Совсем не агрессивные. В принципе, и сейчас можно было бы зайти. Но сейчас здесь настолько грязно после дождя, что, ну, лучше не заходить. Контактный зоопарк тоже бесплатный, но пускают не по многу людей партиями. Это ладо? Привет, а это Стив, Сань, смотри. Тогда я бы за нас трогаю, боюсь я капусту дать. Ну, да, не мучай животное. Не бойся, Сань, не чувствуешь, это травоядное. А, ну, полезно. Ну, давай я дам. Ну, дай вот эту пушку. Исторический момент. Саня кормит коз. Саня, дай ему уже и пошли. Саня, ты им надоел. Мне кажется, этого вольера со статуями Моаи еще не было, когда мы были в прошлый раз. В парке все время что-то делается. Какие-то новые вольеры появляются. Через год будет еще круче. Прямо какое-то сборище. Недорожших Стивов. Ну, они похожи на нашу собачку. Стив тоже бы так к камере влез. Все-таки, конечно. Прямо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...